Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 45 миллионов рублей и его можно увидеть здесь на канале по субботу. Это важное и ключевое видео для инвесторов и для тех, кто только собирается начать инвестировать и находится сейчас в раздумьях. Текущие рыночные обвалы и беспрецедентные инфраструктурные ограничения уже успели напугать некоторых действующих и потенциальных инвесторов. В комментариях на канале мне уже встречались люди, которые даже разочаровались в инвестициях и которые боятся начать сейчас. Итак, стоит ли сейчас продолжать или начинать инвестировать? Поехали. Полностью или частично разочаровались в инвестициях те люди, активы которых сейчас оказались заблокированными и которые не были к этому готовы совсем по своему риск-профию. Заблокированными оказались часть иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже и многие фонды с иностранными активами внутри. Однако у меня тоже есть заблокированные активы, но я совершенно не собираюсь разочаровываться в инвестировании по ряду причин. Первое. Я не планировал продавать активы в ближайшее время, поэтому заблокированы они или не заблокированы для меня сейчас никакой роли не играет. Не собирался продавать и в среднесроке, то есть в течение нескольких лет. Инвестиции это надолго. Совершенно не было никакого смысла вкладываться на полгода, год или даже на 2-3 года. Это уже не инвестиции. Это какая-то нездоровая попытка наинвестировать за довольно короткий период времени на какую-то целевую сумму. Наверное так, да? Я много раз объяснял, почему не стоит пытаться что-то там типа наинвестировать за короткий период времени. В таких случаях ожидания порой сильно расходятся с реальностью. Просто потому, что на фондовых рынках бывают еще и периодические просадки. Вторая причина. Ну не было бы у меня никакой туристической недвижимости в Италии, которая была куплена на средства от инвестиций именно на фондовом рынке. Странно было бы прекращать то, что увеличивает благосостояние и наращивает капитал. Третья причина. Продолжение инвестирования именно во время снижения фондовых рынков обладает дополнительной, относительно средней, потенциальной доходностью. То есть активы, которые вы купите по сниженным ценам, вырастут в цене больше или быстрее, чем если бы вы купили их на более высоких ценовых уровнях. И это вроде как на редкость очевидно, но находятся люди, которые на снижении начинают бояться и не покупают. Такое поведение мне понять очень сложно, так как периоды снижения цен активов – это самое желанное, что может произойти на фондовых рынках. Именно они позволяют вам покупать активы, которые потом в будущем повысят вашу долгосрочную среднегодовую доходность. Это произойдет практически со стопроцентной вероятностью, если вы, конечно, не наберете шлака и правильно сбалансируете свой инвестиционный портфель. Причем я убеждался вот в этом уже неоднократно. Вот это видео про опыт моего прохождения кризисов, а вот этот недавний ролик про так называемые бумажные гипотетические инвестиционные потери на снижениях рынка, которые по своей сути потерями не являются совершенно. В том ролике про потери, кстати, показано и доказано, что мой инвестиционный портфель продолжает расти со временем, несмотря даже на текущую масштабную просадку на всех фондовых рынках. Я, кстати, посчитал и прикинул, что уже к концу года мой портфель только из-за роста курсов валют может достичь величины под 60 миллионов рублей. А в следующем году сумма с большой вероятностью будет уже больше 60 за счет дальнейшего роста активов. Это вполне вероятно. Я бы даже сказал наиболее вероятно. Потому что я не буду делать глупости, суетиться, дергаться и совершать ошибки. Хотя я был бы очень рад, если бы удалось все-таки попадать подольше. Я уже научился с высоты опыта ценить рыночные обвалы. Они наиболее желанны в инвестировании. Ну, понимание вот этого приходит, к сожалению, с опытом. И с уровнем инвестиционного образования. Так вот, если вы решите не продолжать инвестировать сейчас, то в этом случае лишите себя дополнительной доходности инвестиции. Сами у себя ее заберете, эту доходность. Я совершенно не зря три года говорил о том, что инвестировать желательно равными долями на равных промежутках времени всегда. Вне зависимости от погоды на фондовых рынках. Я именно так и продолжаю делать сейчас. Особенно важно не останавливаться в периоды снижений на рынках. Единственное, что мне сейчас не нравится, ну и вам наверняка тоже, это дурацкие инфраструктурные ограничения и риски. Они не позволяют сейчас инвестировать с высокой степенью диверсификации. Они же увеличивают риски инвестирования. И из-за них я сейчас наращиваю долю накопленного кэша. Но я продолжаю, тем не менее, инвестировать и учитываю эти самые риски объемами своих покупок. Пытаюсь поддерживать высокую диверсификацию. Все это очень хорошо видно на закрытом телеграм-канале на моем. Я там публикую все свои покупки с объяснениями и сопутствующей логикой. Вот. Теперь развернутый ответ на вопрос, стоит ли сейчас начинать инвестировать. Инвестировать нужно начинать как можно раньше по возрасту. Потому что именно время включает и усиливает эффект сложного процента на ваш инвестиционный капитал. Чем дольше вы инвестируете, тем предсказуемее результат в долгосроке и тем меньше риск увидеть минус по портфелю со временем. Если вы начнете в 20 с небольшим лет, с ежемесячной небольшой суммы, то это даст вам гораздо больший прирост в долгосроке, например, к пенсионному возрасту, чем если вы вложите в возрасте после 50 лет сразу несколько сотен тысяч рублей. У 50-летнего инвестора гораздо меньше горизонт инвестирования, как минимум до пенсионного возраста. Соответственно, меньше эффект сложного процента и выше вероятность реализации негативных рисков. Вот. Но обращу ваше пристальное внимание на то, что именно 20-летние начинают инвестировать, как правило, глупо и неосознанно. Торопятся и много суетятся. Но это неотъемлемая черта такого возраста. Много активности и мало понимания. Много движухи и мало осознанности действий. Хотя я сталкивался и с средневозрастными, и даже с возрастными инвесторами, которые слабо понимали, как инвестировать правильно и совершали множественные ошибки, свойственные молодым. Как правило, слабо образованных в инвестиционном плане объединяет наличие в портфеле таких бумаг, как Virgin Galactic, Tesla, криптоактивы и все это в больших долях объема. Они зачем-то смотрят и читают каналы, организованные брокерами и ведутся на различные типы привлекательной инвест-идеи. В следствии чего их типы портфель инвестиционный представляет из себя хаотично набранный список бумаг без осознанной структуры и перспективы. Ну и без понимания того, что сделано. Вот это точно полное непонимание рисков, отсутствие знаний о правильной структуре портфеля в соответствии с балансами по классам активов, непонимание смысла высокой диверсификации. Но, к сожалению, удивляться тут нечему, потому что сейчас до сих пор в Ютубе и на других интернет-ресурсах полно гору инвесторов, которые типа поднимают по 20, 30 и 50 процентов годовых в месяц, ну или что-то типа того. Даже крупные инвестиционные компании хвалятся своими отдельными сделками. К сожалению, подобная манипуляция сознанием до сих пор работает. Финансовая грамотность у нашего народа до сих пор низка. Если бы хотя бы правильные книги читали, то не было бы столько подписчиков и просмотров у подобных компаний и каналов. Но, к сожалению, эти компании умело научились манипулировать на людской жадности и, показывая свою регулярную успешность, затягивают людей в псевдоинвестиции. Отрезвление и понимание приходят потом уже вместе с потерями. Но все же многие из обманутых затем навсегда разочаровываются в инвестициях и тем самым обрекают себя на жизнь от зарплаты до зарплаты, а в более худшем варианте от кредита до кредита. Так вот, инвестировать действительно лучше начинать как можно раньше по возрасту, но желательно подойти к этому процессу серьезно, а не с юношеским максимализмом, граничащим, ну, с безмозглостью, я бы даже так сказал. Сначала лучше разобраться, изучить, как это работает, понять, каким путем лучше идти, от каких предложений лучше отказаться, бежать от них каких типа полезных советов лучше сторониться и так далее. Ошибки, сделанные на горячую голову или просто по незнанию, могут вам стоить очень дорого, особенно в масштабе всей вашей жизни. И в этом смысле уж лучше потратить какие-то деньги на обучение сразу, в начале пути. Или если вы уже видите, что идете куда-то не туда, то, наверное, лучше переобучиться. Пример обучения в школе финансовой независимости однозначно окупится в долгосроке. Вы просто не сделаете дурацких ошибок в начале и сможете все сделать правильно на протяжении долгих лет инвестирования, а это дорогого стоит. В некоторых случаях вопрос может даже стоять так, достигнете ли вы финансовой независимости или нет. Будет ли рост благосостояния со временем или ваше бессистемное неорганизованное инвестирование приведет вас к разочаровывающим реальным потерям. Вот тут советую задуматься. Если решите воспользоваться действующей сейчас скидкой по случаю дня рождения ютуб-канала моего, то сначала прочитайте пост в телеграмме от 7 августа. Это важно. Так вот, ключевые мысли. Инвестировать нужно продолжать всегда, но не тупо, а с осознанием рисков и пониманием того, что вы делаете и почему вы это делаете. Начинать инвестировать нужно как можно раньше, но лучше всего начинать это делать не в омут с головой, а с хотя бы минимальным и достаточным уровнем знаний, который неплохо бы получить из правильных книг, а не от отмороженных типа успешных трейдеров и заинтересованных в вашей активности брокеров. Обучение в школе финансовой независимости сможет вам сэкономить время, обучиться за довольно короткий период и не делать разорительных глупостей в инвестициях уже сейчас. Ну а на сегодня это все. Всем здоровья мира, да пребудет с вами всего сложный процент.